Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Ольга Степанова и Мария Сунхалырова у микрофона редактор Саргалана Антонова. В эти дни в разных профессиональных образовательных организациях по всей республике проходят региональные этапы чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы Республики Саха-Якутия» 2024 года. В этом году в соревнованиях принимают участие около тысячи конкурсантов и около 800 экспертов-наставников. Это масштабное событие в системе среднего профессионального образования Якутии проводится второй раз и продлится до 30 марта. А сегодня, 19 марта, состоялось торжественное открытие отборочного этапа по компетенциям «Ювелирное дело» и «Изготовление прототипов. Аддитивное производство». В чем особенность этих компетенций? Сколько человек принимает в них участие? И какие задания были даны участникам? Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Итак, это мастер производственного обучения Якутского промышленного техникума имени Десяткина, отличник образования и науки Республики Саха-Якутия, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, менеджер Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» по компетенции «Ювелирное дело» Любовь Ивановна Дорогунова. Здравствуйте. Добрый день. А также заведующий лабораторией дизайна, отличник системы образования Республики Саха-Якутия, главный эксперт компетенции изготовления и прототипов Евгений Павлович Чампин. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит в прямом эфире. Наша передача будет просматриваема на телевизионном канале НВК Саха, и вы можете послушать ее на волнах детям Саха-Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Ну что же, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы задать Любовь Ивановне. Сколько участников по вашим компетенциям, из каких образовательных организаций участвуют в этом году? Добрый день еще раз. Во-первых, я хочу поздравить всех своих коллег, экспертов, наставников, также и участников регионального этапа профессионального мастерства «Профессионалы Республики Саха-Якутия». Значит, сегодня у нас на базе Якутского промышленного техникума имени Тараса Гаврилевича Десяткина было открытие регионального этапа и по компетенции ювелирное дело сегодня принимают участие 6 участников по категории студенты и 6 участников по категории юниоры. Студенты с каких образовательных учреждений? Это, значит, два студента Якутского промышленного техникума, три студента колледжа креативных индустрии Аярустар и Намский педагогический колледж имени Романова. Также школьники из УЛУСов, то есть Вилюйский УЛУС, Сунтарский УЛУС, Мигана-Кангалатский и город Якутск. Расскажите, пожалуйста, о содержании компетенции, что должны делать участники и какие задания им даны. Любовь Ивановна, давайте начнем с вас. Как раз у нас можно увидеть листы с заданиями для участников. Расскажите об этом. Конечно, мы знаем, что профессия ювелира всегда была очень престижна и востребована во все времена. Но все-таки новое время вносит какие-то свои новые требования, и что-то меняется. Да, вы правильно сказали, что профессия ювелира, она статусная, престижная и очень востребованная. С каждым годом профессия видоизменяется, внедряются достижения высоких технологий, и она становится актуальной. На сегодня мы приготовили задания, то есть у каждой компетенции есть комплект конкурсных документаций, и в этих комплектах конкурсных документаций есть чертеж задания. То есть это конкурсное задание. Конкурсное задание по категории студенты составляет 22 часа работы, то есть это три модуля, три соревновательных дней. Это каждый день по 7 часов работы. Очень тяжело. Даже для юниоров по 7 часов работы. Нет, у юниоров у нас совершенно другое задание, то есть даже материал совершенно другой. Если у нас студенты работают драгметаллами, это серебро, юниоры у нас работает металл-латунь. Ну и, соответственно, по часам у них сокращенное, это 12 часов, по 4 часа, по 5 часов работы. Хорошо. Ну вот здесь мы можем увидеть тех задания, схемы, по которым студенты должны выполнить свою работу, да? Да. Здесь, значит, я с собой привезла чертеж, и чертеж состоит, как я говорила, из трех модулей. При работе с драгоценными металлами от ювелира требуется, соответственно, точность. Экономия, то есть экономичность, должен экономить каждый, все-таки они работают с драгоценными металлами. То есть каждый грамм, он стоит довольно-таки большую сумму. Да, и умение избегать неэффективного использования материалов, да? И такая работа требует высокого уровня профессионализма, внимания и концентрации, конечно. Расскажите, пожалуйста, вот об этих экспонатах, которые мы видим, да? Вот эти кольца или сувениры, которые мы можем, наверное, потрогать, это из какого материала они изготовлены? Это, значит, было задание российского чемпионата WorldSkills, оно проходило в 2021 году, Республика Башкорстан. И мы в этом всероссийском чемпионатном движении, в финале, привезли копилку Республики Саха-Якутия золота. Это Канаев Сергей. Задание было вот такого вот уровня, то есть раньше чемпионат WorldSkills мы стремились к международным стандартам, да? Поэтому требования совершенно другие, да? И вот это здесь 28 костов состоит, да? И каждая деталь припаивается по отдельности крапан, на каждый вот этот вот крапан, она припаивается тоже отдельно. Ну, тут тема была космос, мы видим тут космические элементы, да? Ну, и самое такое вот требование, она должна быть устойчивым. То есть не падать, да? Да. А это тоже серебро, да, матовое? Это серебро. Почему оно матовое? Потому что мы тут видим качество, чтобы эксперты внимательно посмотрели качество пайки, качество обработки. Ну, и, соответственно, это соответствие по чертежу. Каждый деталь, он должен соответствовать по чертежу. Дается чертеж, задание, да? Ну, и участник, он должен уметь читать чертеж. От этого зависит его дальнейшая работа. Если участник, он не умеет читать чертеж, соответственно, он не может выполнить задание. Ну, и к этому мы участников обучаем, чтобы они правильно прочитали чертеж. Качество пайки должно быть обязательно, качество обработки. Качество закрепки. Да, и все размеры, они должны соответствовать по чертежу. Все параметры, все высота, толщина, ну, в общем, размер должен соответствовать по чертежу. Ну, и вот уже готовые практически ювелирные изделия, да, вот это тоже задание, да? Для ребят. Это тренировочное задание, то есть мы своим сборной якутской промышленного техникума, да, это студенты, мы им всегда даем задание, чтобы вот это задание, оно было сложное. Она не должна быть простым, и каждый раз, когда мы им даем задание, вот это задание, оно меняется. То есть совершенно другого типа, совершенно другого характера. Креативность должен быть совершенно другим, да? И вот это задание было выполнено за три дня. Ну, вот я попрошу показать крупным планом, да, действительно, это ювелирные изделия. Мы видим, что здесь очень много техник, да? Здесь очень много камней, закрепку нужно было сделать. Да, закрепка 32 камня. Ага. И вот за три дня студенту выполнить такую работу, мне кажется, это уже верх совершенства. Это уже, мне кажется, профессиональное мастерство. Ну, да. Задание очень сложное. Хорошо, Евгений Павлович, давайте теперь к вам перейдем. У вас очень интересная компетенция, да? Изготовление прототипов. Наверное, вот, мне кажется, не каждый понимает, да, что такое изготовление прототипов, тем более аддитивные производства. Вот буквально в нескольких словах объясните нам, пожалуйста, суть вот этой компетенции. Давайте попробую, попробую объяснить. Если вообще чемпионатное движение, все можно представить как такую олимпиаду, да, со своими видами спорта, компетенциями, то изготовление прототипов, это вот, безусловно, биатлон. То есть, это такой вот спорт комплексный, очень интересная, очень сложная компетенция, и она в себя включает вот и работу с чертежом, по чертежу, опять-таки, вот эта инженерная, техническая графика. Трехмерное моделирование, то есть, по чертежу надо изготовить в программах 3D-графики изделия, детали того или иного изделия. Предпечатная подготовка. Нужно подготовить для печати на 3D-принтерах, специализированных программах, слайсерах, подготовить детали, успешно их распечатать, и затем провести постобработку, покрасить, нанести различного рода покрытия, текстурирующие пленки, и все это успешно собрать в единый, почти полнофункциональный прототип того или иного изделия. Это может быть дрель, это может быть микрофон, камера. Собирается и проверяется полнофункциональность. Что вообще учитывают эксперты, когда выставляют свои оценки? Вот, например, у ювелиров понятно, что и каждый грамм, и каждая закрепка, и пайка, и так далее, как мы сказали. А у вас что является главным, какие критерии оценки? Критерии, они всегда, во всех компетенциях, они делятся на субъективные и объективные. То есть, там нет, сведено к минимуму, ну, вот этот человеческий фактор, да, что вот, ой, я болею за своего участника, или, ой, мне это не нравится, или как-то вот человек сегодня со мной как-то не поздоровался, да, посмотрел не так, такого нет. Это действительно на высоком уровне профессиональное чемпионатное движение, и в случае с нашей компетенцией, то там тоже измеряемые поверхности, это соответствие размеров, это даже элементарное соответствие количества цветов, например, прописанных, что должно быть окрашенный прототип в четыре цвета, и он будет окрашен в три, и это уже не соответствие, например. Ну, вы являетесь экспертами каждой в своей области, что труднее всего дается ребятам, вот, например, в ювелирном деле? Ну, по ювелирному, значит, когда участники приходят на таких чемпионатах такого масштаба, как региональный, отборочный, финал национального чемпионата, да, ну, я так думаю, что каждый участник должен соответствовать к уровню любого чемпионата, да, и они должны во время чемпионата должны показать своё мастерство, которое приняли от своего наставника, и, ну, в общем, всё они должны делать своими руками, то есть у наших ювелиров холодная голова, горячие руки, ну, как-то вот так. Хорошо, Евгений Павлович, а вот ваши компетенции, я так полагаю, имеют большое значение для будущего, да, вообще, каков интерес участников к этой компетенции? Вот ребятам, я знаю, что в кружках очень интересно распечатывать на 3D-принтере, а вот что касается студентов... Ну, вот как раз к этой теме хотел перейти, спасибо вам за вопрос, в нашей компетенции в свою очередь у нас вот будет проходить соревнование в категории юниоры, это будет 10 участников, 5 команд, по 2 человека в команде, и они будут представлять, соответственно, Верхневилюйский улус, Мигин и Конголасский, Амгинский, Татинский, и в этом году, вот спустя определенный период времени Якутск тоже на соревнования попал, очень большой интерес, очень большой интерес, я этим обстоятельствам очень рад, вообще, сколько вот мы проводим вот эти вот соревнования, я участвую в организации и проведении, вот такое вот живое дыхание нашего народа, вот где есть вот эти вот такие корни вот этого интереса к инженерной графике, вот к трехмерному моделированию, к прототипированию, у нас очень большое количество заявок каждый год и большая конкуренция, за то, чтобы попасть вот на этот чемпионат, у нас проходил отдельный отбор, дополнительные отборочные соревнования, да, и вот они лучшие из лучших уже встретились в регионах, я уже сейчас их расцениваю вот как победителей. Хорошо, а у нас телефонный звонок, давайте его примем, алло, добрый день. Алло, добрый день, слушаем вас. Я бы хотела задать вопрос по ювелирному делу, там сказали, готовят юниоров, они тоже как студенты принимают ли во всероссийских чемпионатах, из какого возраста можно подготовить ребенка, это суть Алданского улуса звонит. Спасибо за вопрос, чемпионат на линии по категории юниоры, они к нам присоединились еще 2019 года, это еще когда был чемпионат WorldSkills, в то время в нашей республике проходил отборочный чемпионат, и впервые в российском этапе приняли участие три и образовать три региона, это город Москва, республика Татарстан и республика Саха-Якутия. В 2018 году, когда мы были в финале национального чемпионата Южно-Сахалинский, когда у нас проходило собрание экспертов, мы тогда решили, все эксперты решили, что будем принимать участие, будем, чтобы дальше наши юниоры участвовали в финалах национального чемпионата, и вот 2019 года у нас принимают участие категория юниоры, юниоры у нас от 14 лет, ну и по сей день вот сейчас как бы другое соревнование, другой чемпионат, это профессиональное мастерство, профессионалы уже второй год принимают юниоры от 14 лет. Хорошо, благодарственными письмами правительства Республики Саха и Котя за достижение высоких результатов были награждены серебряный призер отборочного этапа чемпионата профессионалов компетенции ювелирное дело Мария Филипова и серебряный призер чемпионата высоких технологий Даниил Пляскин, а также их эксперты и наставники, как раз таки вот любовь Ивановна Даракунова и Евгений Павлович Чампин. Поздравляю вас с этой наградой, с достижением ваших ребят. Вот расскажите, пожалуйста, как вы работаете со студентами, в каких еще чемпионатах участвуете? Можно с вас начать? Давайте расскажу. Это чемпионат высоких технологий, это в прошлом году впервые проводился, это очень интересное было такое яркое событие в жизни, вот в чемпионатном движении. Пригласили участвовать в новой компетенции, вообще это чемпионат высоких технологий, это про то, чтобы наша страна, она вот интересовалась новым, ребята были готовы к этому новому, и вот в этих новых совершенно сферах развивались. Нас пригласили участвовать в компетенции изготовления индивидуальных имплантов, это такая сложная медицинская история, но нам оказалось вполне пассивно, подготовились, выехали на соревнования в Великий Новгород и приехали с медалью. Ну что ж, действительно здорово. А какие перспективы вообще открываются перед участниками после чемпионата? Буквально в двух словах. в наших чемпионатах участвуют, принимают участие это индустриальные партнеры, и индустриальные партнеры, они приглашают на стажировку на своих фирмах, предприятиях. То есть ребята могут работать в предприятиях, но и кроме того, я думаю, огромный опыт получают они в результате этих чемпионатов. Дорогие друзья, впереди вас ждет блок рекламы. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу и следующая наша тема это проект Код будущего, который был запущен в 2021 году. Он рассчитан на учеников с разным уровнем знаний в IT, начальным, базовым и продвинутым. Например, новичкам рассказывают о том, как с нуля писать приложения, а тем, у кого уже есть опыт в программировании, как работать с большими данными. Школьники получают углубленные знания и навыки в области программирования, которые помогут для подготовки к ЕГЭ, ОГЕ и для участия в олимпиадах и хакатонах. Курсы дополняют базовую школьную программу по математике и информатике и позволяют освоить первую IT-специальность еще в школе. Что особенно актуально, обучение здесь для всех проводится совершенно бесплатно. А в особенностях обучения мы сегодня говорим с гостями нашей студии. Итак, это кандидат педагогических наук, директор Центра информационно-методического сопровождения участников образовательного процесса, заместитель директора по содержанию образования средней общеобразовательной школы номер 6 города Якутска Александра Егоровна Ушницкая. Здравствуйте. Добрый день. И отличник образования, преподаватель высшей категории колледжа цифровых технологий Айтын, город Покровск, Марьяна Ивановна Адамова. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Итак, Александра Егоровна, скажите нам, пожалуйста, с какого времени вы являетесь официальным представителем одного из ведущих провайзеров сервисовского проекта Код Будущего. И вообще, в чем заключается ваша деятельность? Пожалуйста. Официальным представителем мобильного электронного образования я являюсь с прошлого 23 года. Мы буквально работу начали где-то в мае месяце. Но это, конечно, с одной стороны большая ответственность продвигать именно образовательные услуги цифровой экономики. В целом, это вообще всероссийский пилотный проект Код Будущего. он именно нацелен на формирование компетенций цифровой экономики и профориентации старшеклассников. Это в целом даже всероссийская кадровая политика в IT-области. Итак, с чего вы вообще начинали работу? И расскажем о результатах, которые достигнуты на сегодня. Ну, когда мне из Москвы рекомендовали согласиться на представителя, сначала было это предложение принять сложно, потому что сама я вот только осваиваю определенные направления, да, но, конечно, я всегда интересуюсь современной технологией, особенно для меня близка область профориентации, профессионального самоопределения, и, конечно, учитывая то, что я всегда активно работаю с родительской общественностью, с учителями республики, в общем, я данное предложение приняла, и, конечно, начала сама подробно изучать содержание данного проекта, ожидаемые результаты, и я увидела здесь перспективу. Мне захотелось об этом сообщать нашим родителям, детям, что, оказывается, есть возможность совершенно бесплатно пройти обучение, тем более обучение с помощью высококвалифицированных специалистов цифровой экономики, и самое главное, еще здесь поддержку получает каждый преподаватель, это бесплатные курсы повышения квалификации для учителей информатики и преподавателей колледжа, да, и, конечно, это еще и финансовая поддержка самих образовательных организаций из фонда данного проекта. Так здорово. Получается, что школы, кроме того, что они получают большую подписку для того, чтобы готовить школьников к будущей профессии, они еще получают финансирование. Да, они получают финансирование по итогам этих модулей и так далее, но в целом очень перспективный проект, он должен работать до 2030 года. А вот как вы общаетесь, например, с родителями, как мотивируете на то, чтобы они отдавали своих детей для обучения именно по проекту Код Будущего? Ну, в целом, в данном проекте сейчас работает даже более 30 провайдеров, в прошлом году было 24 провайдера по всей России, и мы конкретно сотрудничаем, актуализируем программы мобильного электронного образования, потому что, ну, в сокращенном МЭО, МЭО является одним из ведущих провайдеров по итогам прошлого учебного года по качеству образовательных услуг, по интенсивности продвижения и по конкретной работе и с родителями, с учителями. Именно руководителем, генеральным директором мобильного электронного образования является для нас знакомая личность, очень такой ученый, организатор, лидер образования Александр Михайлович Кондаков, он является одним из авторов федерального госстандарта, член-корреспондент Российской Академии Образования, и он является автором многих образовательных программ. И благодаря вот именно его руководству, конечно, мобильное электронное образование является одним из ведущих, и мы это уже заметили, потому что каждая программа очень интенсивно разработанная, и учащиеся студенты с удовольствием обучаются. А вообще как проходил набор на 2023 год, и вообще сколько школ и СПО приняло участие в этом отборе? Так, мы отбор начали достаточно поздно в сравнении с другими регионами, ну, конечно, здесь в Якутии, в Якутске есть конкретные специалисты, которые давно уже продвигают данный проект, а я имею в виду только провайдера мобильное электронное образование. Мы с ними начали активно сотрудничать буквально с августа месяца, и за короткое время мы смогли зарегистрировать шесть площадок, это колледж цифровых технологий Айтын, якутский технологический техникум сервиса имени Готовцева, якутский промышленный техникум имени Десяткина, и еще Сахагимназия города Якутска, Павловская средняя школа Мегина Конголасского Улуса, и Сунтарский политехнический лицей. И они уже проходят сейчас на четвертый модуль, самое главное среди обучающихся отцева нет, очень своевременно они сдают все свои задания, но в целом мы надеемся результаты будут. И самое главное, как мы с родителями работаем, вначале мы открыли именно в телеграм-канале специальное открытое общение, в этой социальной сети мы проводим информационные каналы, семинары с участием московских специалистов, и в целом, я думаю, информация достаточная. А вообще, какие условия созданы на сегодня, и как ребята обучаются? Больше онлайн, оффлайн, и так далее? Да, форумы по выбору самих детей, есть онлайн формы, но дети с удовольствием обучаются в оффлайн формате, а для этого специально в образовательных организациях обучаются преподаватели, наверное, вот дальше об этом Марьяна Ивановна очень доступно расскажет, да, и есть именно методическое сопровождение каждого преподавателя, для детей проводятся индивидуальные консультации, в целом вот все специалисты мобильного и электронного образования, включая федерального куратора, и конкретно включая и генерального директора, они всегда готовы в любое время наш регион поддержать, и они всегда доступны. Это очень здорово, Марьяна Ивановна, действительно, вы являетесь преподавателем колледжа цифровых технологий, Айтын, расскажите, пожалуйста, по каким специальностям здесь обучаются студенты? Наш образовательное учреждение колледж цифровых технологий Айтын, он находится в городе Покровск. Мы реализуем образовательные программы по специальностям информационной системы программирования, организации технологии защиты информации, компьютерные системы и комплексы и туризм. сейчас обучаем 12 групп обучаются где-то 269 студентов. Почему вы приняли решение принять участие в проекте Код будущего? Про проект Код будущего мы услышали в начале учебного года, узнав, что проект является бесплатным, решили, поставили перед собой задачу войти в этот проект, так как целевая аудитория образовательных программ этого проекта являются школьники с 8 по 11 класс и студенты среднего профессионального образования. Также как раз работа со школьниками является одной из форм проферентационной деятельности, плюс студенты прошедшие данный курс получают дополнительный балл при последующем поступлении в ВУЗ. Также это есть получение дополнительных навыков. Мне кажется, это очень большое значение имеет. Балл при поступлении в высшие учебные заведения, например, вы добавите, они абсолютно бесплатно обучаются. Как отметила коллега Марьяна Ивановна, здесь надо обратить внимание, в ходе данного курса дети получают больше знаний по подготовке к сложным заданиям единого госэкзамена. И это очень хорошая, скажем, профориентационная работа, знакомство с перспективными направлениями. И вот то, что баллы, это действительно есть определенные высшие учебные заведения, есть СПО, которые могут именно дополнить бонусные баллы от двух даже до десяти. Но это в зависимости от профессии. Поэтому это даже немаловажно. А при равенстве баллов... Это часто случается, равенство баллов? Очень даже часто случается, да. И при равенстве баллов, если у пятидесяти детей одинаковые баллы, одинаковые образовательные результаты, то, конечно, преимущество дается тем детям, абитуриентам, которые имеют сертификат участника Всероссийского пилотного проекта. Марьяна Ивановна, расскажите, пожалуйста, вот как проходил у вас отборочный этап, какие были затруднения, какие советы вы можете дать, например, тем людям, тем школам, которые решили участвовать в проекте «Код. Будущее». Ну, вначале нужно... Надо было выбрать провайдер. Как раз в тот момент проходили ВКС с участием разных провайдеров. Мы узнали, что есть региональный куратор в лице Александра Егоровна Ушницкой, и мы остановились на нем. Нас включили в Телеграм-каналы, мы обучались, проходили курсы повышения квалификации бесплатно, получили сертификат, ну, потихоньку вот входили, вникали в проект, и нужно было в первую очередь пройти отбор. Для этого мы регистрировали нашу площадку через госуслуги. Там проходили общую проверку образовательным отреждения, и по итогам проверки мы стали площадкой проведения федерального проекта «Год будущие». После того, как наша организация была видна в госуслугах, нам нужно было набрать определенное количество слушателей. Мы работали, нами была проведена работа как встреча со школьниками, с их родителями, также нам нужно было еще довести информацию для наших студентов. При регистрации важно было, чтобы на момент регистрации школьнику было 14 лет, обязательно заявить, это должна быть подтвержденная учетная запись в фортале госуслуг. Из документов потребовалось паспорт с НИЛС заявителя, справка со школы и адрес электронной почты. И после проверки заявления в госуслугах в личном кабинете заявителя поступает ссылка по подробным информациям в вступительных испытаниях и ребята проходят вступительные испытания в образовательном портале в виде тестирования. общий охват составил среди школьников 60 школьников и среди студентов где-то 50 человек. Но квоту нам урезали сверху и по итогам регистрации у нас в колледже по проекту обучаются две группы по двум языкам программирования. В моей группе обучаются 12 обучающихся, во второй группе 11 и в итоге у нас по колледже обучаются 23 из которых три школьника. Хорошо. Сколько времени осталось до завершения курса и вообще насколько студенты сами школьники например заинтересованы и какие компетенции у них должны быть сформированы по окончании обучения? Ну как я уже сказала мы обучаем по двум образовательным курсам нам предлагалось несколько языков программирования я выбрала основу Python языки программирования на алгоритмах машинного обучения на моем курсе ребята знакомятся с основами программирования пробуют свои силы в написании программы на языке Python ну знакомятся с машинным обучением в итоге проходя курс они научатся программировать писать программы ну так как данный курс является внеурочным у нас занятия проходят во внеурочное время после обеда в неделю два раза во вторник пятницу это 3-4 часа курс состоит из 4 модулей один модуль мы изучаем 5 недель продолжительное время да где-то 144 часа вот ну как раз вот мы находимся на четвертом модуле мы начали с октября вот как раз в апреле заканчиваем хорошо Александра Егоровна какие планы на ближайшее время когда будет следующий набор я думаю многих волнует вопрос мы активно сотрудничаем именно с руководством института стратегии развития СПО и конечно мы очень надеемся что вот якутский технологический техникум сервиса имени готовцева якутский промышленный техникум имени Десяткина и вот колледж цифровых технологий Айтын они обязательно продолжат эту программу и они еще будут этот опыт передавать всем другим колледжам нашей республики и объединяя все усилия конечно мы будем делать набор уже буквально в апреле хотим пригласить учителей информатики преподавателей информационных технологий чтобы они нам вышли на связь обратились к нам и мы составляем уже список тех образовательных организаций включая и школы и СПО которые хотели бы сотрудничать именно с мобильным электронным образованием в области вот именно данного проекта Код Будущего будут проходить семинары кстати 19 марта с 12 часов Москвы будет большой всероссийский семинар МИО под руководством Александра Михайловича и мы надеемся что школы будут подключаться активно и вы получите очень интересные информации мы ведем активно работу с родителями потому что они должны и поддерживать своих детей в целом мы надеемся что сотрудничество расширится ну столько возможностей и самое главное что все абсолютно бесплатно что в наше время имеет конечно же очень большое значение что же я благодарю гостей нашей студии за очень интересный актуальный разговор дорогие друзья это была программа Якутск сегодня ее подготовила и провела редактор Сергея Антонова всего вам доброго до свидания